Добрый день дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире Якутск Сегодня и в студии Розалия Ксенофонтова. Сегодня мы поговорим о деятельности смарт-библиотеки, о том, какие мероприятия проводятся в наших библиотеках города Якутска, в централизованной библиотечной сети. Сегодня у нас в гостях наша постоянная, можно сказать, уже гостья Рита Якушева, руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности республики. Рита, добрый день. Добрый день, Розалия. Здравствуйте, дорогие телезрители, радиослушатели. Рада всех приветствовать снова. Да, уже становится эта тема наша постоянная. Сейчас мы в библиотеках города Якутска проводим различные мероприятия как для детей, так и для взрослых в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности. Расскажите, какие темы охватываются, какие темы актуальны среди посетителей библиотеки и для жителей города Якутска? Самая актуальная тема, как оказалось на сегодняшний день, это тема личного финансового планирования и ведения семейного бюджета. Потому что мы рады, что население эту тему очень сильно волнует, и что и взрослое население, и дети к этой теме относятся с большим интересом. И основные мероприятия как раз на эту тему. Также мы провели уже ряд занятий по управлению кредитной нагрузкой, рассказали населению о том, как вести накопление на пенсию. Сегодня у нас было занятие, где мы тоже также затрагивали и виды предпринимательской деятельности, как дети могут себя реализовать в будущем, скажем так. Потому что все наши дети, они мечтают стать бизнесменами. Да, это очень актуальная тема. Да. И предпринимательство, вот как раз и детское предпринимательство, с детьми на эту тему очень интересно разговаривать. Я прямо такая воодушевлённая приехала после этой встречи. Надеюсь, что дальнейшие наши уроки, которые будут проходить в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности, и также будут интересны населению. Мы будем говорить на эти темы, которые касаются личного финансового планирования, инвестиций, накоплений, сбережений, формирования финансовой подушки безопасности и налоговых вычетов. Продолжая говорить о детях, о теме финансов для детей, можно вспомнить о том, что у нас игротехник Анна Яковлева провела тоже ряд мероприятий для детей в разных библиотеках нашего города. Игра «Мои финансы» стала очень, очень и очень понравилась нашим детям, которые приходили прямо классами. Кто-то даже хочет, чтобы эти игры проводились уже на постоянной основе в виде курсов. Можете немножко рассказать? Анна Яковлева — это наш самый замечательный волонтёр, который находит общий язык с детьми. Она имеет огромный опыт преподавания финансовой грамотности именно детям, потому что она ведёт в школу «Финкросс». И эта школа работает уже не первый год, а более трёх лет. И она, деятельность этой школы, она направляет как раз на развитие финансовой грамотности у детей. И игра «Мои финансы» — она замечательная игра, которая вызвала большой интерес. Мой сын тоже участвовал в этом. Хотя он и знаком с темой финансовой грамотности, потому что мама у него занимается этой темой. Но ему всё равно было очень интересно. Он с таким воодушевлением мне рассказывал, как они там проходили какие-то задания, сколько баллов он набрал, что он набрал там 90 баллов. Ну, очень интересно. Да, суть игры в том, что детям даются якобы деньги. У вас там стартовые 500 рублей — это ваши карманные деньги. И они проходят в виде теста. Вам предлагает ваш друг там шоколад. Вы примете или нет? Вы можете пойти в кинотеатр. Вы пойдёте или не пойдёте? И за каждый ответ у них либо вычитаются деньги, либо добавляются. Ну, либо они сохраняют свои деньги. И в итоге ребёнок в конце считает свои доходы, расходы. И приходят к тому, что либо он приумножил исходное количество денег, либо ушёл совсем в минус. Ну, всё как в жизни. Да. Да, и можно сказать, что на практике. И такая игра, на самом деле основная задача этой игры — это формировать ту привычку копить деньги у детей и разумно тратить. И это самые основные финансово-грамотные привычки, которые нужны не только детям, но и взрослым. Для совсем малышей проводятся такие ознакомительные, можно сказать, мероприятия, да, в рамках мультика «Финансики». Детики смотрят эти мультики, анализируют их, да, рассказывают, что поняли. И потом ещё тоже с волонтёрами они в дальнейшем проводят всякие игры. Да, по «Финансикам» это вообще уникальный проект, который нам с вами удалось всё-таки реализовать в прошлом году. И я очень благодарна библиотеке «Смарт», что предоставили, создали такой прекрасный мультфильм. По мотивам этого мультфильма мы выпускали комиксы. В этом году мы планируем уже сделать целое издание и сделать детское пособие «Финансики» для детей младшего возраста. Потому что на примере именно вот этого мультфильма детей очень легко можно научить. Сегодня вот мы тоже показывали детям, как, откуда взялся рубль, да, что такое рубль, откуда берутся деньги и так далее. И очень доходчиво, в интересной игровой форме поданы информации, и для детей это самый идеальный формат. Ну и вот хочется ещё сказать, что «Смарт-библиотека» подготовила такие билеты специально для детей, финансики. И по QR-коду можно просканировать и как раз-таки посмотреть эти мультики. И такие билеты можно взять, как раз оформить в «Смарт-библиотеке». Ну и хотим дальше тоже как раз-таки заниматься такими методическими пособиями, да, чтобы дети могли воспользоваться ими и в своих детских садах, и, может быть, родители распечатать и заниматься с ними по финансовой грамотности. Да. И не переживайте, дорогие телезрители и радиослушатели, что эти занятия закончатся. Они будут продолжаться, во-первых, в течение года, потому что «Смарт-библиотека» является нашим ключевым партнёром по проведению мероприятий по финансовой грамотности нашим. Я говорю о региональном центре компетенции по финансовой грамотности Республики Сахай-Якутия на базе Якутского финансово-экономического колледжа. И скоро, буквально 18 апреля, стартует семейный финансовый фестиваль «Семья инвестиций в будущее». Это тоже одно из ключевых событий в Республике по финансовой грамотности. Будут работать онлайн-площадки, будут приглашены спикеры из... Федеральные спикеры, региональные спикеры. Да, конечно. Будут приглашены профессионалы своего дела, педагоги будут делиться своими наработками и так далее. То есть там будет интересно всем. И мы с удовольствием приглашаем принять всех участие в этом фестивале. В финфест ЕКТ можно уже подписываться на страничку ВКонтакте и узнавать анонсы. Ну и, естественно, следите за новостями в библиотеке «Смарт». Да, в библиотеке. И тоже в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности продолжаются мероприятия в «Смарт-библиотеке». И в эту субботу пройдет чемпионат по монополии среди старшеклассников и взрослого населения 16+. В команде должно быть по 6 человек. Если кто-то тоже хочет, любит монополию, любит играть в настольные игры, могут записаться. Всех ждут тоже призы. Ну и можно будет посетизаться за звание лучшего игрока. И просто весело и полезно привести время. Я бы еще хотела сказать о нашем тоже. Одним из наших партнеров является Айталина Федорова, руководитель школы «Суприм». А это школа молодых предпринимателей. То есть она учит детей предпринимательству. И на этой неделе с 4-го числа до 6-го числа будут проходить уроки в школах города Якутска. И в библиотеке «Смарт» и в филиалах городских библиотеках ЦБС будут проводиться и уроки тоже. Взрослого населения, очень было актуально для них тема уменьшения кредитной нагрузки. Светлана Платонова проводила мероприятие. Особенно это сегодня актуально в связи с кредитными каникулами, которые объявили. Также затрагивали тему банкротства, который сегодня тоже очень, можно сказать, продвигается. Остро стоит. Да, остро стоит. И как можно закрыть быстро кредит? И стоит ли пользоваться кредитными каникулами? Как быстро закрыть кредит? Нужно, конечно, в первую очередь заняться своим финансовым планом. Нужно сесть и посчитать всё, посчитать свои доходы, рассчитать расходы и посмотреть, где мы сможем сэкономить, чтобы увеличить ежемесячные платежи по кредиту. Только так мы сможем быстро закрыть свой кредит. Да, да, да. Также ещё актуальна была тема пенсионного, пенсии. Да, пенсии. Потому что о пенсиях всё-таки нужно заботиться заранее, загодя, как мы говорим. Уже те, кто сейчас, допустим, работают, находятся ещё в полном расцвете сил, скажем так, и не задумываются... Кажется, что это далеко. Конечно, кажется, что на самом деле 10-20 лет оно пройдёт незаметно, абсолютно незаметно. А за эти годы можно накопить абсолютно оптимальную сумму, которая позволит не задумываться о расходах, допустим, или о сокращении расходов уже в пенсионном возрасте. Уже можно будет себе позволить жить так же, как мы жили, допустим, 10-20 лет назад, когда мы работали, когда мы получали зарплату ежемесячно, а не пенсию. И, в принципе, к этому тоже... Это хорошая финансовая привычка. Копить деньги и формировать резервный фонд — это хорошая финансовая привычка. Она и дисциплинирует, она и создаёт нам подушку безопасности, она и позволяет нам достигать наших целей, тех, что мы хотим, допустим, купить. Не брать в кредит, а накопить самостоятельно. — Можно сказать, что сейчас очень хорошая возможность начать заводить депозит, вклады. — Да, выгодные ставки. Я всегда об этом говорю. Когда начался ажиотаж вокруг снятия денежных средств, я говорю, подождите, чуть-чуть подождите просто. Потому что всегда те, кто работают в сфере финансов, они знают, вся ситуация анализируется. И тут поднимается ключевая ставка. Естественно, ставки по вкладам растут, и теперь они становятся выгодами для населения. — И таких ставок, по-моему, не было с 2005 года, кажется, года, если я не ошибаюсь. — Нет, с 2014-2015 года. — 2014-2015 года, да. Так что можно сейчас хорошо воспользоваться этим моментом и начать копить. — Обязательно нужно начинать копить прямо сейчас, прямо сегодня, с мартовской зарплаты буквально. — Да, формировать хорошую привычку, забывать об этих деньгах и перечислять ежемесячно этот платеж. — Мы их всё равно не забудем. У нас всё равно на подсознание на то будут помнить. Но мы уже будем более-менее спокойны, потому что мы будем знать, что у нас есть определённый запас. И мы будем себя увереннее чувствовать. И это очень придаёт и сил, и уверенности. Это замечательная привычка. Я вот не устану повторять. — Ну что ж, Рита Михайловна, спасибо огромное, что сегодня посетили нашу студию. Желаем плодотворной работы во время предстоящей фестиваля семейной финансовой грамотности. Пусть все мероприятия пройдут успешно, пусть очень много горожан придут в гости. — Спасибо большое, Розалия, за приглашение. Спасибо телезрителям и радиослушателям, что слушаете. И эта тема вам интересна. — Дорогие зрители, вы можете посмотреть все мероприятия, которые проходят в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности в библиотеках города Якутска на сайте библиотека. Это cbs.eket.ru и finfest.eket.ru. Это семейный фестиваль финансовой грамотности. Мы прерываемся на небольшую рекламу и совсем скоро мы с вами вновь продолжим наш разговор. — Продолжаем наш эфир. И наш следующий гость — это Италина Мучина, ведущий библиотекарь смарт-библиотеки 203. Италина, добрый день. — Добрый день, Розалия. Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. Спасибо, что пригласили. Очень радостно здесь находиться. — Смарт-библиотека очень много разных проектов реализует для населения. И один из самых новых, можно сказать, проектов, в которых с пылу и с жару только сегодня запустился сайт этого проекта. — Да, смотрю. — Айяр Кут называется. — Юя-Арт. — Юя-Арт, извините, да, который посвящен столетию Якутской АССР. — Да, всё верно. — Да, начнём с того, что смарт-библиотека самого своего открытия, она просвещает своих читателей в сфере культуры. И изначально был такой культурный центр у нас на базе библиотеки, где проводились различные мастер-классы, лекции, уроки по театру, национальной культуре и музыке. И в этом году мы решили расширить этот культурный центр и всё это в один проект вовлечь, который получил название «Юя-Арт». Да, «Юя» — это от якутского слова «век», как мы все знаем. И у нас такой лозунг «Искусство на века». Да, это так символично мы решили это к якутской АССР столетию привязать. И также у нас логотип нашего проекта тоже. Вот как раз наши зрители могут видеть сайт. Да, это у нас вечный календарь якутский. Тоже очень символично, что мы выбрали вот такой вот интересный логотип для нашего проекта. Айтлин, вы сказали, что этот проект объединяет много разных направлений. Вот если мы остановимся на каждом направлении по чуть-чуть, расскажите, какие направления и что они включают в себя. У нас проект посвящен по пяти направлениям. Это у нас искусство, музыка, театр, кино и национальная культура. И у каждого проекта есть свой куратор, есть человек, который ведет различные мероприятия по направлению, ведет курсы и так далее. Возьмем, к примеру, искусство. Искусство курирую я. Я по профессии искусствовед и веду курсы по истории мирового искусства, а также по истории якутского изобразительного искусства у нас в марте. И также в рамках проекта «Юя-арт» мы запустили новую видеорубрику. Называется она «Заглянь в мастерскую». Это очень интересный и уникальный формат для нашего города, где мы снимаем изнутри, как выглядят мастерские. Нас приглашают художники к себе, святую из святых, где они творят. И очень интересно. У нас это, видимо, аналога происходит. Будет художник рассказывать про свой творческий путь, показывать свои работы. Это всё очень увлекательно. И не просто же попасть в такое место, где всё-таки всё это творится, всё это искусство. И мне кажется, такая вот закулисия деятельности. Всем интересно. Да, я думаю, это будет всем интересно. Ну и, конечно, не только художники, но и скульпторы. У нас, например, следующая рубрика, следующий выпуск будет посвящён керамической теме «Стек Поттерю». Согласились, да, позвали нас к себе в гости. Мы с нетерпением тоже ждём этой съёмки. А, допустим, у нас есть театр. Это человек, курирующий наш режиссёр-постановщик Саргылана Горохова. У неё есть своя отдельная рубрика, связанная с театром. Она будет освещать, вести рубрику о актуальных событиях в театре у нас в республике, у нас в городе. А также на базе смарт-библиотеки она ведёт курсы актёрского мастерства. У неё есть театральный клуб, называется он «Мельпомена». И туда ходят детишки, очень радостно учатся там, да, всегда такие весёлые, задорные ребята ходят. И они очень часто у нас выступают на различных презентациях книг, например, да. Саргылана ставит постановки по литературе, и дети с удовольствием участвуют. Поэтому мы хотим, да, ещё дальше развивать это направление. Всё-таки театр — это тоже огромная составляющая культуры нашей Родины. Следующая — это музыка. Музыка у нас направление ведёт Егор Ефимов, певец, музыкант, композитор. Он у нас тоже свою новую рубрику вёл, называется она «Винилстори». Это очень увлекательный проект. Первый выпуск, да, у нас в оффлайн-формате он проходит. Это прослушивание пластинок, да, виниловых пластинок, вроде как такое вот веяние эпохи, да. Былой, но сейчас это очень популярно. Многие ценители музыки считают, что именно винил передаёт все нюансы, аспекты музыкальные, да, все... Говорят, что технически обработанная музыка, она как-то сжимается, звук идёт совершенно иной, и пластинки, они полностью передают атмосферу музыки, да, звучание всех инструментов. И первая встреча прошла у нас в библиотеке, и Ческырой была приглашена как специальный гость, и она рассказала про свою пластинку, оказывается, да. Это была целая презентация её пластинки. Да, целая презентация. Несколько лет назад, оказывается, она её выпустила. В 19-м году в Лондоне была выпущена эта пластинка, да, и в рамках этого проекта прошла презентация. Да, и такие встречи у нас планируют сопроводиться несколько раз в месяц даже. Вот следующая встреча будет посвящена творчеству всем известной группы Beatles, так как, да, все, наверное, любят эту группу у нас. И наш куратор именно по музыке, большой любитель, он обожает музыку, обожает джаз, у него есть ещё один проект, Jam Session называется, да, это... Импровизация. Да, это джаз, это же импровизация, да, в целом, это такая культура совершенно иная, уникальная, и мы хотим собрать таких же людей, да, таких же с горящими глазами, увлечённых, которые придут к нам в библиотеку и будут играть, как им душа велит, поэтому мы все тоже с нетерпением ждём, когда всё это запустится. И приглашаем. Да, и, конечно же, приглашаем вас посетить это интересное мероприятие. Так, рассказали уже про три направления, да? Музыку, да. Ещё у нас есть кино, конечно же, кино, якутский кинематограф, всем известный по всему миру, и, конечно же, мы не могли пройти мимо этого направления, и наш куратор, Айталина Романова, тоже будет вести свои рубрики, связанные с кино, с кинематографом, называются они «Инсайдеры в кино» и «Киноглаз». «Киноглаз» — это будут кинопоказы у нас, стена библиотеки, а «Инсайдеры в кино» — это разговор тоже с людьми изнутри, да, которые работают в этой сфере с режиссёрами, с операторами, да, и мне кажется, всё-таки людям тоже очень интересно, если это в массовой культуре больше, да, это фильмы, которые мы смотрим в кинотеатрах, это актёры, которых мы знаем на лицо, и мне кажется, это очень интересно, когда такие люди с такими знаниями, да, с таким бэкграундом делят своим опытом, это очень бесценное, мне кажется, да, знание. Вот. И, конечно же, национальная культура — это то, что мы продвигаем очень так активно, да, с самого начала работы смарт-библиотеки. У нас есть этно-студия, руководитель этно-студии Ольга Матвеева, она у нас ведёт курсы по игре на хамусе, по устному народному творчеству, как правильно, да, огохай и таюк исполнять. У неё это очень виртуозно получается, и мы с ней каждый раз, когда слушаем, как играет Оля, как она поёт, у нас всё замирает, мне кажется, дыхание, да, хочется просто слушать и наслаждаться. Вот. И она у нас курирует национальную культуру, направление этно, и уже вот в мае, по-моему, у неё запускается новый курс по устному народному творчеству, и всех, конечно же, приглашаем, следите за нашими новостями, по нашим наборам на курсы, сейчас уже будем ещё более активно работать, ещё более активно, да. Ещё хочется по этно-направлению рассказать о том, что в смарт-библиотеке уже два раза проходили встречи по прослушиванию тоже пластинки Олон Хо, вторая встреча была такая очень душевная, можно сказать, было с арт-терапией, да, посетители приходили. Да, наша встреча Олон Хо Таэм, она была посвящена юбилею Гаврила Гаврилевича Колесова, и были приглашены родные люди, которые поделились тем, каково было, да, общаться с таким великим человеком, с такими знаниями, и, конечно же, было очень интересно узнать личность, да, этого человека, и как он пришёл к тому, каким он стал, да, как он любил свою культуру, как он продвигал всё это. И прослушивание арт-пластинки у нас, такая вот арт-терапия шла во время, да, человек слушал пластинка, как она играет, как Гаврил Колесов, да, своим мягким голосом исполняет всё это, да, с таким... И человек, мне кажется, в это время он чувствует что-то другое совершенно, да, изнутри, и мы предложили им всё это запечатлеть на картине, раздали краски, мольберты, и по велению сердца сказали, люди могли сказать, я не умею рисовать, я не умею, я никогда этого не делала, но ты просто говоришь человеку, прислушайся, да, и делай, как тебе велит сердце и рука. Мне кажется, такой опыт у нас тоже будет на постоянной основе проводиться. Замечательно. А можете ещё немножко рассказать о фитнесе, который будет в этом направлении? Да, ещё и фитнес у нас есть под такие национальные мотивы, да, это очень такая вот, тоже уникальный, наверное, именно опыт для человека, который хочет и подвигаться, и просветиться, мне кажется, да, и всё-таки это что-то родное, да, родное звучание, оно по-другому совершенно влияет на нас, на нашу психику, успокаивающее, да, мне кажется, какой-то настрой совершенно иной появляется, и даже если человек говорит, что вот я не хочу там заниматься, как-то это нелегко даётся. Да, вот с таким вот посылом надо заниматься фитнесом, слушая устное народное творчество. Да, и вы готовите большое мероприятие в ближайшее время. Да, всё верно, у нас собирается большое мероприятие проводиться в смарт-библиотеке, День здоровья, и в рамках него как раз будет у нас фитнес проходить, так что приглашаем вас, приходите в эту субботу в смарт-библиотеку, все контакты, я думаю, вы найдёте в наших социальных сетях, записывайтесь по телефону, мы всех радостно ждём. Да, ещё 16 марта вы тоже планируете мероприятие. Да, у нас планируется такая вот презентация в форме Дня открытых дверей, уже чисто по проекту «Юя-Арт». Мы хотим презентовать все наши пять направлений, как они вообще выглядят, что они себе представляют, да, даже хотим небольшой концерт, вот чтобы Оля там выступила, чтобы Егор там сыграл, и всех тоже радостно ждём, скоро будет анонс, следите за нашими новостями, и, конечно же, посмотрите на наш сайт, потрясающий новый сайт, мы его запустили, он сейчас у нас во вкладке «Проекты» на сайте Центральной библиотечной системы города Якутска есть, он там первый в списке, так как он совершенно новый, да, мы вот будем туда все наши мероприятия запускать и делать отчёты по всем пройденным мероприятиям, фотографии, всё вы там найдёте. Айталина, спасибо огромное, что рассказали о таком интересном проекте, «Виа-Арт», надеемся, что вы все посмотрите страницу сайта, будете следить за мероприятиями, которые проходят в рамках этого проекта, и ждём всех ценителей искусства, тех, кто хочет просвещаться в нашей библиотеке в рамках проекта «Виа-Арт». Спасибо, мы прерываемся и скоро продолжим. Продолжаем наш эфир и представляю вам нашего следующего гостя. Это Айталина Романова, ведущая библиотекарь «Смарт-библиотеки-203». Айталина, добрый день. Здравствуйте, Розалия. Спасибо за участие в этой передаче. Добрый день все радио и телезрители. Айталина, мы сегодня говорим много о проектах и мероприятиях, которые проходят в «Смарт-библиотеке», и так уж получилось, что много разных проектов презентуются в эти дни, стартуют, и буквально на прошлых выходных стартовал ещё один проект, называется он «Агент-203», такое интригующее название. Расскажи, пожалуйста, подробнее о своём проекте. Ага, «Агент-203» — это игра, групповая игра, в которой участвуют шестеро игроков. И есть один человек, это загадочный агент-203, это человек, который не читал то или иное книжное произведение. То есть мы решили объединить три уникальных формата. Это книжный клуб, игра «Мафия» и квиз «Викторина». И на протяжении, получается, шести раундов игрокам нужно вычислить, кто же этот человек, который не читал книгу. Это очень увлекательный процесс, за которым хочется следить. И книги мы выбираем самые разные, и любой наш читатель в смарт-библиотеке может принять в этом участие. Для этого нужно пройти в нашу социальную группу, в социальную сеть ВКонтакте, вбить там «Смарт-библиотека 2.1.3», и откроется форма, в которой вы можете оставить свою заявку о той книге, которую вы хотели бы видеть на следующей игре. Вот первая игра. По какой книге и почему эту книгу выбрали? Для первой игры мы выбрали книгу Джоан Роллинг «Гарри Поттер и философский камень», потому что мир Джоан Роллинг очень интересный, эту книгу все знают, все читали. И у нас было достаточно много заявок от людей, которые хотели бы сыграть именно в такую игру. Вообще мы стараемся всегда выбирать те книги, которые имеют какой-то вес в массовой культуре, имеют популярность для того, чтобы людям было бы проще находить о ней информацию. Ну и по «Гарри Поттеру» очень много разных мероприятий вообще в «Смарт-библиотеке» проходили, в том числе и «Международная ночь Гарри Поттера», «Всемирная ночь Гарри Поттера», потом еще «День рождения Гарри Поттера», по-моему, исправляли. И можно сказать, что фанаты «Гарри Поттера» знают, что в «Смарт-библиотеке» проходит много всего. Да, это точно. И вообще мы очень надеемся, что наша игра «Агент-203» станет своеобразной площадкой, на которой читатель сможет найти себе единомышленников, людей близких по духу, фанатов какой-то книжной вселенной или писателя. И тем самым мы хотим вдохновить людей на чтение и показать, что это легко, весело и приятно можно делать в формате вот такой коллективной игры. Да, замечательная идея. Скажи, пожалуйста, вот человек, который не читал эту книгу, в этой игре он был вычислен? Он был вычислен, да. То есть, ну не почти сразу, но буквально там уже ближе к середине игры стало понятно, что по каким-то фактам он, к сожалению, не может дать правильный ответ, может быть, сыграло какое-то волнение. И игроки знатоки книжной вселенной Джоан Роллинг, они вычислили, кто же является «Агентом-203». А тот, кто вот не читал этот «Агент», он потом изъявил желание почитать эту книгу, да? Мы, конечно же, собираем обратную связь. В конце игры мы спросили, а теперь вам захотелось прочитать данную книгу? Он говорит, да. Мне бы хотелось её перечитать, вообще окунуться в этот мир заново, понять, что же такого неинтересного, что у всех глаза горят. Да, не просто фильм посмотреть, да? Можете приоткрыть завесу, там выбрана ли уже вторая книга? По многочисленным заявкам мы решили в начале мая месяца привести игру по произведению «Игра престолов» Джорджа Мартина. Да, это просто тоже невероятно много поклонников, как сериала, так и книг, я думаю. Вот это целая фантастическая вселенная, и я надеюсь, что наши телезрители и радиослушатели захотят принять участие в этой игре. Для этого вам нужно будет заполнить форму или связаться по контактному номеру на социальных сетях «Контакты». Вы можете следить за всеми анонсами по игре «Агент 2 на 3». Да. А, Италина, ещё расскажите о мероприятиях, которые проходили и будут проходить в смарт-библиотеке. Что ожидает в ближайшее время наших посетителей? В эту субботу у нас вообще пройдут два больших мероприятия. Это День здоровья, который был посвящен Всемирному Дню здоровья. Мы подготовили очень обширную программу. У нас будет занятие, мастер-класс по йоге от Центра ментального и физического здоровья АСАИ. Также будет лекция от нутрицолога о том, как... Правильно питаться. Да, как правильно питаться и как правильное питание меняет наше ментальное здоровье. Также у нас пройдёт очень интересное направление. Это Саха-этнофитнес. Это направление, в котором якутские этнические движения танца смешаны с какими-то спортивными формами. И что уникально, это будет проводиться в живом аккомпанементе национальных инструментов. Это крымпа и сопровождение хамуса. Наверное, это вообще впервые такое проводится. Да, это впервые такое проводится. Я надеюсь, что... Уникальный формат. Да, уникальный формат. Люди запишутся. Это будет очень интересно. Также у нас пройдёт бачата от студии Эндорфин. И в зажигательном танце люди смогут проявить какие-то свои качества спортивные. Да, очень интересное мероприятие. Что с собой нужно приносить? На йогу нужно будет принести коврики, удобную обувь, водичку. Да, и всех ждём. 9 апреля с 2 до 6 часов у нас пройдёт вся эта программа, с которой можно ознакомиться также в социальной сети ВКонтакте, в нашем Телеграм-канале. Обязательно записывайтесь. Всех ждём на День здоровья. Так. Ага, что... Какие ещё мероприятия будут? Да, да. Также в субботу у нас пройдёт чемпионат по монополии. С 2 часов мы собираем команды из 6 человек, для того, чтобы каждый мог проявить себя в этой всем известной игре финансовой. И в личном зачёте будет выбран один лучший игрок, и ему будут предоставлены призы от смарт-библиотеки и спонсоров. Угу. Так. А что ещё вообще готовит смарт-библиотека? Какие проекты большие? Что будет у нас проводиться? Ну, у нас также есть профилитационный проект «Инсайдеры», который в этом году обзавелся новым форматом. Мы решили расширить видеопроект и сделать его междисциплинарным проектом. Теперь у нас в смарт-библиотеке будут проходить лекции от спикеров, представителей разных профессий для того, чтобы помочь абитуриенту или школьнику найти своё призвание, окунуться в мир какой-то той или иной профессии, узнать что-то новое о деятельности. Плюс мы всегда советуем какие-то книги, которые можно было прочитать, чтобы подготовиться к собеседованию в какую-то компанию или узнать что-то большее о той деятельности, которую не хотят выбрать. Проект начинался как проект, который рассказывает о больших компаниях российских. Это вот Яндекс у нас был, Майтона была. Расскажи подробнее, пожалуйста. Но мы сначала начинали с компаний, но потом, когда случился коронавирус, мы решили, что мы отойдём от компании больше к человеку, к его профессии, к его призванию. И у нас вот вышло 4 выпуска, они имели большую популярность на YouTube-канале нашем, смарт-библиотеке. И вот последний выпуск у нас был с шеф-поваром Павлом Габышевым. И с этого мы как бы начали новый сезон проекта «Инсайдеры». И будем рассказывать теперь о профессиях или об интересных профессиях, и о тех профессиях, которые используют какой-то инновационный подход в своей работе. Замечательный проект. Я думаю, что он будет очень актуален для старшеклассников, может быть, даже для студентов, потому что после бакалавриата есть возможность дальше поступать в магистратуру, немножко менять свои направления. И очень примечательно, что этот проект раскрывает как-то с другой стороны эти профессии. Да, мы хотели дать именно взгляд изнутри, потому что «инсайд» — это от английского слова «изнутри». То есть их глазами посмотреть на ту профессию, которую они выбрали, дать какие-то уникальные лайфхаки, советы по тому, как можно пройти собеседование, о том, как проходят стажировки. Это же такая секретная информация. А тут мы стараемся всё это освещать и рассказывать в нашем видеопроекте. А какая следующая профессия будет? Либо из каких профессий сейчас вы выбираете, рассматриваете? Мы рассматриваем. На нас вышла организация, которая занимается медициной. Возможно, следующий выпуск у нас будет связан с профессией медработника, или хирурга, или офтальмолога. Посмотрим. То есть сфера медицины открывается. Да, сфера медицины теперь открывается. Мне кажется, тоже очень интересно, потому что это достаточно сложная профессия, но очень, конечно, востребована. Замечательно. Расскажи, пожалуйста, подробнее о презентации, которая прошла в конце той же недели. Это «Винилстори» — проект. Да, я была участником, зрителем этого проекта. Было очень в такой тёплой, дружественной атмосфере всё прошло. Мы презентовали виниловую пластинку всем известной нами певицы. Валентины Романовы. И было интересно послушать пластинку, послушать человека, как она рассказывает о том, как велась запись, в какой обстановке. И пришли люди самые разные, которым было интересно её послушать. Мы все потом вместе слушали пластинку, открывали, и как-то очень интересно и волшебно было. Было очень интересно, наверное, сравнить потом живое исполнение и также то, как звучит на пластинке. Да, у нас была уникальная возможность послушать несколько песен с пластинки и потом в живом аккомпанементе послушать Валентину и нашего замечательного музыканта Егора Ефимова. Как вообще тебе самой это звучание пластинки говорят, что там совсем другой звук, а то, что технически обработанная музыка, она как-то сжимается, и музыка совсем другого звучит. Ну и разница есть. Разница на самом деле есть, но это скорее зависит, наверное, от самих требований студии, возможно. И всё равно я больше, конечно, за живое звучание, но если кто-то выбирает пластинки, это тоже здорово, это часть какого-то коллекционирования, возможно. Да, и, кстати, у нас смарт-библиотеки стоит в свободном доступе синтезатор, да? На втором этаже в молодёжной зоне вы можете всегда подойти и сыграть ту композицию, которая вам нравится, или вы хотите просто порепетировать её. Либо впервые исполнить что-то для себя, если не умеете, так что этот инструмент доступен всем на втором этаже смарт-библиотеки, кто ценит музыку, может тоже прийти и послушать, позаниматься. Ну что ж, Айталина, спасибо огромное, что посетили сегодня нашу студию, поделились новостнями, анонсами этих мероприятий, которые пройдут в ближайшее время. Спасибо вам за приглашение. Ну что ж, дорогие телезрители, радиослушатели, мы с вами прощаемся. С вами была Роза Алексея Нафонтова, новости смарт-библиотеки. Заходите на сайт, следите за нашими новостями и приходите в библиотеку, читайте книги, просвещайтесь, посещайте наши мероприятия. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok